Привет, дорогие мои любители мобильных технологий. Сегодня мы с вами рассмотрим три плагина от GoodLock. Как вы знаете, это приложение для кастомизации вашего устройства. И если вам устройство надоело, для этого не нужно покупать новый смартфон или новый чехол. Для этого всего лишь нужно скачать это приложение. И вы измените ваш смартфон до неузнаваемости. Как и где его скачать, я скажу вам в конце видео. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а сегодня у нас разговор пойдет о нескольких плагинах. Это плагин Wonderland, Lockstar и Clockface. Начнем мы с плагин Lockstar. Для этого нужно его сначала активировать, нажав вот на эту кнопочку. Затем нужно зайти в Lockstar Timeout и выбрать отображение времени локскрина на вашем экране. Его можно выбрать по умолчанию. Также можно выбрать 15 секунд, 30 секунд, 1 минуту, 2 минуты и самое максимальное 5 минут. Ну и для того, чтобы приступить к настройке нашего локскрина, для этого нужно нажать на сам экран блокировки. Нажимаем. И начнем настройку с часов. Нажимаем на часы. И в правом нижнем углу нажимаем вот на этот значок. С помощью вот этого ползунка можно настроить размер часов, как видите. Нажав вот на этот крестик, можно часы убрать совсем. Но если вам хочется поменять сам стиль часов, то можно выбрать из перечисленных ниже вариантов. Например, вот такие или такие. Кстати, в Lockstar можно менять расположение элементов. Например, часы. Вот посмотрите. Часы можно расположить в удобное для вас место. Также можно передвинуть и плеер. Также можно управлять ярлыками уведомлений. Для этого нажимаем на уведомление. Нажимаем на вот этот значок. И с помощью вот этой шкалы можно управлять размером самих уведомлений. Делать их больше или меньше. С помощью меню Color можно управлять цветом самих уведомлений. Правда, уведомления будут все одного цвета, как видите. Не как раньше, чтобы каждое уведомление было разных цветов. Кстати, если вы хотите, чтобы при настройке часов было вот такое большое количество вариантов, то вам нужно скачать другой плагин. Плагин этот называется ClockFace. И тут, как видите, очень огромное количество уже предустановленных вариантов часов. Плюс ко всему в настройке студию есть возможность поставить часы, похожие на циферблаты ваших часов. А в пункте MoogLog вы можете сделать часы сами. Для этого нужно нажать на плюс. И выбрать все варианты оформления часов самим. Для этого, например, выбираем вот эти часы. Затем нажимаем на плюс. Потом в появившемся меню выбираем, как наши часы должны выглядеть. Выбираем гипоанимацию. Например, вот этого котенка. Передвигаем его, чтобы он не мешал часам. Затем еще раз нажимаем на плюс. Нажимаем текст. Пишем нужный нам текст, какой мы хотим. Затем передвигаем текст в нужное нам место. Потом нажимаем плюс. Выбираем дату и время. Также передвигаем дату и время в нужное нам место, чтобы оно не мешало другим элементам. Можно выбрать нужный стиль письма, который мы хотим. Ну а чтобы сохранить то, что у нас получилось, мы нажимаем на стрелочку в правом верхнем углу. И вот наш вариант локскрина сохранен в пункте муклок. Как видите, внизу есть звонилка и камера, но есть возможность также добавить сюда несколько других приложений. Для этого мы нажимаем в этот район, жмем вот на этот значок, и как видите, у нас появились плюсы. В эти плюсы можно добавлять приложение, которое вы хотите, чтобы отображались на экране блокировки. Для того, чтобы настроить это приложение, мы нажимаем первый плюс, выбираем, например, фонарик. На место второго приложения ставим сообщение, потом календарь, для четвертого музыку, для пятого Яндекс Дзен, для шестого обслуживание устройства. Затем вверху нажимаем Apple, ставим галочку напротив этих шести приложений, и чтобы сохранить нажимаем Save. Ну а теперь посмотрим, как это выглядит. Для того, чтобы посмотреть, мы тапаем два раза по экрану, нажимаем вот на этот значок, и как видите, у нас появился перечень приложений, а вот в этом меню вы можете выбирать расположение самих приложений. Если кому-то удобно, они могут располагаться вертикально или горизонтально. Если вы левша, то слева, а если вы правша, то справа. А если вы левша и тоже хотите, чтобы у вас было вертикальное расположение, то можно сделать вот так. А если вернуться в меню настройки Lockstar и нажать на пустой место экрана, то у нас появится возможность установки стикеров, если нажать вот сюда, или добавить виджеты, если нажмем вот сюда. Например, можно добавить виджет батареи и выбрать из существующих, или виджет Samsung Helge и также выбрать из существующих. Ну или виджет WhatsApp. Давайте его и выберем. Но конечно же вы это можете переделать и настроить это вот таким образом, например. Ну а для того, чтобы это сохранить, нажмите на Save. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть после того, как мы это сохранили. Друзья, как вы поняли, в Lockstar можно абсолютно так, как вам хочется перемещать разные объекты. На мой взгляд, это очень удобно. И не забудьте после этого нажать на Save, чтобы это сохранить. Ну а теперь перейдем к плагину Wonderland. Wonderland это плагин для создания обоев. И не просто обоев, а 3D обоев. Здесь можно создать свои собственные движущиеся обои, или свой собственный эффект блокировки. И если зайти в обои, то мы можем увидеть, что тут есть предустановленные обои, а также есть возможность поставить свои собственные. Ну давайте еще раз зайдем в движущиеся обои. Нажмем вот, например, на эту картинку и подвигаем телефон. И как видите, обои внутри как бы движутся, так движению телефона. И как я и говорил ранее, можно сделать движущиеся обои самому. Для этого нажимаем на плюс, затем нажимаем на галерея, нажимаем на камеру и ищем нужный нам объект. Например, вот этот. Очень подходящий объект. Этот объект мы можем передвинуть, а также увеличить. Но мы не будем увеличивать объект, мы его оставим таким, какой он есть. Затем нажмем на плюс и выберем дополнительный эффект. И нажмем на Particle Preset. Затем нажать на Little Rain, потом нажать на Original, потом нажать на значок обоев и после этого тапнуть на Imagine Setting. Потом вверху перевести ползунок в режим включено и на шкале X и Y перевести ползунки в крайнее положение. Затем нажать превью и покрутить смартфоном. И как мы видим, эффект 3D обоев присутствует. Ну а чтобы сохранить все изменения, нам нужно нажать на стрелочку в правом верхнем углу. Затем нажать на Save. И теперь 3D обои, созданные вами, сохранены. Ну а теперь давайте поставим 3D обои на главный экран и посмотрим, как они выглядят. И как видите, я вышел на главный экран. И тут на главном экране идет дождь. И давайте поворачиваем смартфон и посмотрим, присутствует ли тут эффект 3D. Эффект 3D тут присутствует. С этим все отлично. Ну а теперь зайдем в эффекты экрана блокировки. Как видите, вот такой вот эффект может быть. И здесь также можно сделать свой собственный эффект, только стоит нажать на плюс. Затем нажать на значок галереи. И тут можно создать эффект для локскрина и для Alwayson Display. Чтобы создать эффект на локскрине, нужно нажать на вот этот значок. Выбрать нужное изображение. Например, вот это. Потом нажать на этот значок. Подтвердить. И нас посылает скачать еще один плагин TeamPark. Установим его. Заходим в TeamPark. Нажимаем старт. Разрешаем доступ ко всем. И когда мы зашли в Wonderland, выходим из настройки локскрина и нажимаем вот на этот значок. И выбираем эффект, который нам нужен. Есть такой эффект. Такой. 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 И еще множество разных эффектов. Давайте выберем вот этот. Затем выйдем отсюда. Нажмем вот сюда. Затем вот сюда. Потом нажмем на Save и сохраним. А теперь установим вот эту картинку. Для этого мы нажмем вот эту кнопку. И теперь наш локскрин будет просыпаться вот с таким вот эффектом. Давайте посмотрим, как это работает. Тапнем два раза по экрану. И как видите, этот эффект работает. Кстати, эту картинку, которая была на локскрине, можно вывести на Alwayson Display. Тапнем два раза по Alwayson Display и зайдем на локскрин. Ну, как и обещал, я вам хочу рассказать, где можно скачать это приложение. Первый вариант это скачать приложение по ссылке в описании под видео. А второй вариант скачать в Galaxy Store. Набираете GoodLock и можно скачать и само приложение GoodLock и его плагины. Ну что ж, друзья, я думаю, я вам помог с кастомизацией вашего устройства. Ну, а если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь, если кто еще до сих пор не подписан. Ну, не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и близкими. Ну что ж, а на этом все. Всем мир, любви, добра. Всем пока.